Вы работаете, да? Урал Телекомсервис. Урал Телекомсервис, совершенно верно. Кем вы работаете? Специалистом в отделе по работе с корпоративными вип-клиентами. Сейчас, в настоящий момент, я нахожусь в декретном отпуске. По вами скажешь. Не смотри, без чего вы не смогли бы обойти в своей жизни? Конечно же, без моих детей. Сколько у вас детей? Двое. Класс! Поздравляем вас с этим. Спасибо. Вы одна из тех немногих семейных пар, которые решают нашу демографическую проблему в стране. Подожди, я тоже, допустим, имею твоих детей. Одна из немногих пар, то есть ты... В 86-ти годах. Так, секунду. И продолжу сейчас. Получше назад было 67. Мы же решили о твоих детях поговорить попозже. Хорошо. Вернемся к Яковлевой Ольге Александровне. Как дела-то вы? Отличные дела. Скажите про детей. Все, что знаете о них. Старшая дочка, 9 лет. Учится, в музыкалке учится, гимнастикой занимается. Младшенький сыночек, 2 годика в садик пошел, пока еще ничем не занимается. Вы, наверное, тоже спортивный человек, да? Я инструктор по фитнесу. А, ну вот понятно. Потому что, да, иметь двоих детей и быть в такой вот форме, да, что нигде прям незаметно. Ни одного, ни второго ребенка. А что вы ведете именно по фитнесу? Силовые, аэробику, инструктор групповых программ. Незаметно, что у вас еще и мышцы есть. То есть аккуратнее с вами надо с вопросами тогда особо, то есть на это не перебарщивать. С гантелью вытащите из заднего кармана и все. Нет, нет, с тобой ничего не принесла. Я думаю, вы без инструментов каких-то дополнительных можете справиться. Наверное. Наверное, да. А где вы, в каком? А, ну если я сейчас скажу, это будет реклама, наверное. А, ну, молодец. Вот уже, да. А то ведь вырежут все равно. На проект вы пришли просто за эмоциями, да, за новыми? Да, за новыми эмоциями, потому что я сидела в декрете 2 года уже сижу. Нужно выходить на работу, хочется за новых эмоций. И, на самом деле, я вот сейчас нахожусь на каком-то перекрестке, то есть хочется сменить сферу деятельности. То есть я работала в связи, как-то хочется себя попробовать в другом. А отдел-то хороший по работе с корпоративными клиентами. Вепи. Да, да, да. Мы тоже любим работать с корпоративными клиентами. Да? Вы не очень расстроитесь, если, ну, не выберет, не пройдете вы в финал, не пройдете. Будет как бы грустно, но не до такой степени, что я уж совсем буду сидеть недельными и кушать. Конечно, бы хотелось узнать, на что я способна. Самой себе доказать, что я могу, например, чем-то еще заниматься, кроме основной своей сферы деятельности. А силы, ты чувствуешь себя силой, что ты сможешь, что тебе это под силой? Да, да. На самом деле, мне кажется, что вы уже состоявшийся человек. Двое детей, хорошая работа, да еще и успеваете фитнес вести. Ну, я очень энергичная. Это видно. Мне хватает на много занятий. То есть я вообще считала раньше, что фитнес – это мое просто хобби. Я не вижу себя в нем как в основной работе. То есть просто хобби. Я успеваю это делать. Сейчас выйду на работу, я буду успевать и работать, и детьми заниматься, потому что я это знаю. Мне хватит сил. Мне кажется, я просто аналогию проведу такую, что вот выбор этой… То есть вы примерно, если с лестницей сравнивать, вы примерно где-то на четвертом этаже находитесь. То есть вы уже поднимаетесь по этой лестнике. И вот девочки, которые приходят, они еще не знают, в какой подъезд зайти. То есть они еще подъезд выбирают. Понимаете? А вы сейчас хотите вернуться на первый этаж. Понимаете? То есть вы хотите сказать, что я за старой бабушкой пришла? Нет, у вас дома детей, у вас хорошее место работы. Может быть, вам дальше идти? Может быть, как-то не возвращаться, а туда больше в студенческое? Ну, вы знаете, вот 10 лет от работы в этой сфере, я не чувствую вот здесь какого-то удовлетворения, которое бывает, когда люди, например, идут по служебной лестнице, и они, поднимаясь дальше, вот что-то у них хочется им дальше идти. Вот у меня нет вот этого чувства. Поэтому я решила себя, может, действительно, мне нужно что-то другое попробовать. Ну, все, Ольга, спасибо вам большое. На самом деле, вы чудесно выглядите. Спасибо, вы молодец.